Размах в 24 метра. Ровно столько ширина броновального агрегата. Справиться с ним под силу только гусеничному трактору. В Дергачевском районе стартовал сезон весенних полевых работ. Сейчас пока бронуют, чтобы закрыть влагу в почве. Делать это в зоне рискованного земледелия крайне необходимо. Барновать практически начали массово так только второй день. На сегодняшний на утро у нас где-то порядка из 80 тысяч планированных площадей забарновать. 8 тысяч мы забарновали. То есть у нас выработка началась в массовом объеме довольно серьезная. Работаем активно. Это угодья местного хозяйства Русь. Специализируется исключительно на растеневодстве. Сейчас в поле выпустили 8 машин. Остальные стоят на обочине и ждут своего часа. Сейчас рабочие хозяйства занимаются заключительной наладкой и регулировкой агрегатов. Как только температура на почве поднимется выше 5 градусов, вся техника выйдет в поле. В первую очередь начнут сеять ячмень, нут, а затем яровую пшеницу. Но есть в арсенале хозяйства и новинки сельхозтехники. Например, этот импортный трактор с плугом и посевным комплексом купили за 19 миллионов рублей. И не пожалели. Техника очень хорошая. Я вам скажу, что и выработка на ней. На ней мы за смену закрываем почти 200 гектар севу. Семена сельскохозяйственных культур готовят к севу на базе хозяйства. Обязательно протравливают, чтобы избежать всевозможных заболеваний и вредителей. На химических препаратах не экономят. В сезон на них тратят порядка 8 миллионов рублей. В результате всегда с урожаем. Даже в засушливые годы из 10,5 гектаров земли большую часть засеивают зерновыми культурами. Ячменя где-то 1000 гектар и около 3000 пшеницы яровой. Ну и, конечно, озимые культуры. В прошлом году посеяли элитные семена пшеницы. Но сказалось, засушливая осень. Поэтому всходы выглядят слабыми. Но скоро их удобрят. И если не подведет погода, ростки пшеницы поднимутся и не оставят хозяйство без урожая.